Мы уже начинаем привыкать к тому, что по вторникам не только оперативка становится предметом нашего интереса, мы добавляем туда и события, произошедшие в выходные и в последние два дня. В этот раз получается так, что оперативка и те события, которые ей предшествовали, тесно сплелись, так что сегодня тема будет такая почти общая и оперативка в этот раз была действительно интересной. Традиционно мы благодарим всех, кто поддерживает канал всеми возможными способами. Это лайки, это расшаривание, разбрасывание в интернете и репосты, это материальная поддержка через счет, который мы публикуем. И еще раз напомню, что поставить лайк это очень важно и очень просто. Лайк продвигает видео в ротации ютуба, его увидит больше людей. Если вы поставите лайк, если вы подпишетесь на наш канал, нам будет отдельно приятно. Если вы порекомендуете другим подписаться, нам будет еще более приятно. Главными магистральными темами оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе были две темы. Это состав правительства и ситуация с COVID-19, ситуация с пандемией, вторая волна которой, наконец-то официально пришла в Башкортостан. Несмотря на назначение, официальное и полноценное назначение премьер-министром в правительство Республики Башкортостан, на оперативных совещаниях правительства мы все еще видим двоевластия, мы все еще видим Хабирова и Назарова сидящих рука об руку. И до конца непонятно, когда это закончится, когда же Андрей Геннадьевич окончательно вступит в свои права и начнет управлять правительством полноценно. Начал Хабиров с того, что он дал поручение Назарову, вообще, конечно, так вот нехорошо в третьем лице про присутствующих, но так получилось. Дал поручение Назарову проанализировать состав правительства на предмет того, что а вдруг он видит состав правительства иначе. Но нет, не случилось. Андрей Геннадьевич видит состав правительства примерно так же, как видит его Радий Фаритович. Примерно в тех же красках, примерно в той же форме и в той же конфигурации. Единственным кардинальным изменением, которое констатировал Назаров, это изменение численности вице-премьеров. Напомню, что их стало уже 10. К моменту, когда Назаров получил это указание, и в итоге его размышлений мы узнали о том, что теперь у нас будет не 10, а целых 9 вице-премьеров. Жертвой сокращения пал Фанур Мухарямович Егафаров, тот самый легендарный вице-премьер правительства, о котором никто не может вспомнить, что же он такого сделал, придумал и вообще чем занимался, кроме изобретений Дня национального костюма и вот этих вот нелепых френчей, в которых щеголяет самая верхняя часть элиты Республики Башкортостан и зачем-то примкнувший к ней господин Барданов. Увольнение Егафарова из правительства Радий Фаритович попытался закамуфлировать под необходимое действие. Он сказал, дословно цитирую, «забираем обратно зад Фанура Мухарямовича в администрацию главы, его компетенции и его способности нужны на нашей половине», сказал Радий Фаритович, нисколько не стесняясь того, что он уже говорит о правительстве и об администрации непосредственно в терминологии «гарема». Вот та половина, эта половина, видимо, женская, мужская, и он нисколько не стесняется того, что он совершенно произвольно и на свое усмотрение тусует там наложницы Евнухов. В общем, Фанура Мухарямовича перевели на ту половину. Одним из нововведений нового правительства, слово «нового» я здесь совершенно однозначно беру в кавычки, стало то, что три комитета, государственных комитетов, превратились в три министерства. Честно говоря, и до этого никто особых различий не делал. Руководители госкомитетов гордо все равно считали себя министрами. С точки зрения пенсии и прочих льгот они таковыми и являлись. Но теперь три комитета будут называться официальными министерствами. Справедливости ради надо, конечно, отметить, что эти три комитета, три самых таких крупных и три самых ключевых комитета, это комитет дорожного строительства, комитет по строительству и комитет по торговле, они стали министерствами. Хабиров что-то там такое стал объяснять, что, дескать, нам в Москве неудобно перед людьми, у людей там министерства строительства Саратовской области, а мы всего лишь комитет. Так называемый ранг и прочее. Но на самом деле, конечно, наверное, было бы наивно полагать, что это была основная причина, и вообще, если честно, это событие сугубо декоративное. Если бы не один момент, в госстрое, в комитете по строительству, а теперь в министерстве строительства, под шумок сменился руководитель. То есть, наконец-то, господин Ахмадуллин, фамилию которого мы смогли выучить только по прошествии двух лет, покинул свой пост. Это один из руководителей уровня госкомитетов и министерств, который запомнился нам тем, что он абсолютно ничем не запомнился. Господин Ахмадуллин предпочитал не участвовать лично ни в каких процессах, не делать никаких заявлений, не принимать никаких решений. Будучи человеком Абдрахимова на сто с лишним процентов, он, видимо, исполнял просто указания из вице-премьерского кабинета и, как говорится, не отсвечивал. Ну, в общем, вот, да, не отсвечивался, повторил судьбу Ягофарова, но во многом тут, конечно, надо понимать, что есть определенные группировки внутри правительства, и господин Ахмадуллин был человеком Абдрахимова. Хабиров не стал объявлять о перестановках в госкомитете по строительству прямо на оперативке, видимо, пощадив чувства Абдрахимова, своего ближайшего соратника, к тому же еще у Абдрахимова был день рождения в этот день, в общем, было как-то неудобно, но, тем не менее, через несколько часов стало известно, что некий господин Кучербаев Рамзиль Наилевич, 1977 года рождения, стал на позицию Ахмадуллина уже теперь министром строительства Республики Башкортостан. Кто такой господин Кучербаев, достаточно сложно пока понять, я занимаюсь этим вопросом, навожу справки и выясняю. Ну, из оперативных данных по господину Кучербаеву известно, что он большой озорник в плане количества административных правонарушений, которые числятся за ним, при том, что это не только штрафы за ДТП, но это и достаточно разнообразные нарушения другого рода, включая, например, нарушение правила хранения огнестрельного оружия, в общем, мужчин достаточно такой активный. Пока ничего про него не известно, кроме того, что у него нет профильного опыта работы в подобных ведомствах, никакого опыта руководящей работы, кроме как работы в бизнесе. И, в общем-то, достаточно сомнительная такая кандидатура, что все вместе наводит на мысль о том, что это опять какой-то свой, потому что только свои при подобном, ну, как бы, противопоказании попадания на подобные позиции попадают на них вопреки всему. Для этого, то есть, нужно быть просто своим, дорогому Радио Фаритовичу. И вот это меня настораживает. С другой стороны, Кучербаев точно не к человеку Абдрахимова. Еще из нововведений, которые появились в правительстве, достаточно мелкая, но любопытная история о том, что в состав правительства теперь входит официально корпорация развития и Центр стратегических разработок. Центр стратегических разработок создан совсем недавно и возглавил господин Давлетов. Я упоминал на предыдущем эфире об этом. Пока там непонятно, к чему и о чем. Единственное, что радует, ну, Центр стратегических разработок, например, будет набирать своих сотрудников в режиме открытого конкурса. Это радует. А по поводу корпорации развития, ну, тут уж, как говорится, последствия Сарбаева, видимо, решили держать эту контору поближе к телу. И теперь эти две структуры будут входить в состав правительства. Завершая обсуждение состава правительства, Хабиров заверил сидящих в зале в том, что он, дословно цитирую, «Иначе, как соратниками, вас не называю, поэтому изменения небольшие. И вообще 99% правительства работает на своих местах». Конец цитаты. Кто входит в тот 1% правительства, который работает не на своих местах, осталось непонятно. Но очевидно, что в ближайшие месяцы, перманентно, мы будем наблюдать некую смену состава правительства. Это та модель, которую избрал Назаров. Можно было бы сейчас рубануть с плеча и вырубить процентов 30-40, а я бы рекомендовал и все 60 из состава правительства, потому что они бездельники и балбесы. Но Андрей Геннадьевич выбрал иную тактику и будет убирать штучно и по одному. В этом есть тоже определенный смысл. Это снижает, минимизирует дестабилизацию внутри правительства. То есть, когда убирается один игрок, одна позиция, остальные более-менее остаются в равновесии и продолжают работать. Если их выпадает достаточно большое количество, происходит некая дестабилизация конструкции. Ну, посмотрим, насколько продуктивна вот эта тактика. Она ведь чревата тем, что процесс будет немножко затянут, а то и сильно затянут. Соответственно, как бы не будет конечного результата. В любом случае, будем наблюдать, будем оценивать. В остальном, оперативное совещание в минувший вторник в правительстве напоминало, конечно, о похороны в цирке. Большего диссонанса смыслов и утверждений я не припоминаю в последние месяцы. Правительство и Хабиров билось в пароксизме и попытке показать, как все хорошо, при этом констатировать, как все плохо. Но сами понимаете, что это невозможные абсолютно две задачи и две цели, лежащие в диаметрально противоположном направлении. Но, тем не менее, пришлось. Видимо, все-таки в связи с днем рождения дали слово, буквально кратко высказаться, господину Абдрахимову. И в свой день рождения он попытался нам сообщить хорошую новость, которая касалась Миловского парка. Абдрахимов сообщил, что он нижайше благодарит фонд Дом.РФ за то, что 28 домов Миловского парка включены в программу Дом.РФ на 2021 год. Причем 26 домов будут достраивать загадочным образом, а по двум домам будут выплачены компенсации жителям. Вот это сообщил Абдрахимов. Давайте обязательно это запомним. Включая в программу 2021 года Дом.РФ вот этот объект, господин Абдрахимов забыл сказать нам, что именно в 2021 году Дом.РФ не получит практически никаких денег. На всю страну Дом.РФ истратит в 2021 году всего лишь 1 миллиард рублей, потому что основное финансирование предусмотрено было на 2020 год и 2022 год. А вот в 2021 году финансирования не будет, соответственно, о каких процессах идет речь, совершенно непонятно. Будем очень внимательно отслеживать и все время вспоминать вот это обещание господина Абдрахимова, потому что по всем признакам ничего позитивного через Дом.РФ в 2021 году ни Миловскому парку, ни иным объектам ожидать не приходится. Очевидно, что властям республики острые необходимы какие-нибудь достижения. Пока с этими вещами у нас очень плохо. В зубах уже навязла карта ОЛГА, которая так и не начала толком работать. Из эфира окончательно пропал господин Морзаев, к которому совершенно не о чем отчитываться в части успехов по ремонтам дорог. Вообще успешности у нас огромный дефицит в деятельности правительства и руководства Республики Башкортостан. А тут еще и черные цифры прилетели из статистического управления, а именно итоги работы экономики за январь-август 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Цифры достаточно страшные. Добыча полезных ископаемых упала на 32%. Обрабатывающее производство снизилось на 12%. Валовая прибыль предприятий снизилась на 27%, а убытки выросли на 28%. Безработица в Республике Башкортостан выросла в 6 раз. На фоне подобных цифр, конечно, хоть заново концерта объявляю, потому что то, что происходит в реальном секторе экономики в Республике Башкортостан, иначе как пугающим назвать нельзя. И никакими сабантуями, никакими заклинаниями о грядущих инвестициях, конечно, это дело не исправить. Практически полностью остаток оперативки был посвящен проблемам пандемии, и это правильно, потому что действительно пандемия выходит на передний план, и в России, и в мире, и в Башкортостане снова. Нас действительно накрывает вторая волна этой пандемии, и, судя по всему, она будет более серьезной, чем первая. Я опущу пока статистические данные, хотя они пугающие, мы начинаем снова ставить рекорды. За сутки в России заболело 13 600 человек, чего не было вообще никогда. Но в Башкирии тоже все очень плохо, в том смысле, что внебольничная пневмония уже достигла 1500 человек в неделю, а мы понимаем, что внебольничная пневмония – это практически тот же самый ковид, всего лишь с модификациями. И, в общем, заговорили о том, что же делать. Особенно отвратительно смотрится трогательная забота правительства о населении, на фоне того, что еще вчера, буквально, а не фигурально, это правительство устроило ряд массовых мероприятий, 15-тысячные концерты, где люди набились как селедки в бочке, и перезаражали друг друга всеми известными и неизвестными инфекциями. Именно с подачи правительства проводились вот эти празднования Дня Республики, которые теперь уже предлагается переименовать в День Хабирова. Вот угораздило же Хабирова вернуться к власти именно в День Республики, и теперь мы будем, значит, праздновать этот день все пышнее и пышнее от года к году. Но, тем не менее, то, что сделано, уже сделано. Я не знаю, будет ли заниматься прокуратура и следственные органы правомерностью организации вот этих вот массовых мероприятий на фоне мер, перечисленных в указе номер 111. Я не знаю, будут ли искать виноватых, но факт есть факт. Концерт Шевчука собрал 15 тысяч человек. Среди этих людей практически не было тех, кто был в маске. Собственно, это самым лицемерным образом отметил Хабиров. Он попенял в вину Министерство культуры, что, видите ли, они собрали вот это массовое мероприятие с Шевчуком, и там практически никто не имел масок. Радий Фаридович, а наказать кого-нибудь никогда не пробовали? А пинками уволить министра вот за такое мероприятие вы не пробовали никогда? Или вот эти вот все свои, которых вы не бросаете, они же вам, как говорится, и гадят в тапки? В общем, выглядело это, конечно, лицемерно и достаточно странно, но Хабиров, видите ли, тут, значит, пенял своим министрам. Безусловно, странными выглядят и меры, которые принимают в этой критической ситуации наше правительство. Давайте просто сравним минувшую весну и нынешнюю осень по количеству заболевших, по количеству госпитализированных, умирающих и так далее. Сейчас заболевающих ежедневно, заболевших и прочее существенно больше, чем в том же самом мае. Но в апреле, в мае нам из дома не разрешали выходить. Мы с какими-то там страшными справками только могли перемещаться дальше 300 метров от дома и гуляли с собакой, оглядываясь. А сейчас нам устраивают концерт Шевчука, два салюта в день и прочее, и прочее, только для того, чтобы отметить двухлетие прибытия Хабирова в республику. И после этого рекомендуют людям старше 65 лет не выходить на улицу. Очень странная пропорция мер, согласитесь, да? Ну, в общем, как говорится, что есть, то есть. Далее заговорили о школьниках. Айбулат Хажин утверждает, что ни школьники, ни учителя большого вклада в численность заболевших не внесли. Но, тем не менее, стоило бы изменить график каникул школьных. В итоге на месте прямо порешили, что каникулы для школьников фактически начнутся с 17 октября и продлятся до 4 ноября. Решили это прямо на месте. Далее Хабиров, уже входя во вкус, предложил до 1 декабря вообще полностью отменить все массовые и крупные мероприятия в Башкирии. Вот действительно, провели день Хабирова, и можно теперь все прекратить, да? Он отменил, в частности, намеченные крупные мероприятия в Белебее 17 октября и 25 октября в Бирске. С большим сожалению, Ради Фаридти говорил о том, что это придется отменить, потому что он вместе с людьми, оказывается, собирался все это дело отмечать. Выслушали запоздалые предложения Министерства культуры по мерам, которые нужно принять в отношении массовых мероприятий. В частности, решили уменьшить до 30% заполнение залов в театрах и всевозможных концертных площадках, запретить заниматься детям в студиях и кружках и сократить уличные мероприятия в два раза, чтобы это не значило, не расшифровали. Хабиров, в частности, подытожил историю с массовыми мероприятиями, следующими словами, цитирую. Сокращаем все, но не все, существенно, большие мероприятия. В общем, остается непонятным и подождем формулировки указа, потому что то, что сказал Хабиров, оно зачастую противоречило само себе. Ну, в общем, все, но не все, но все, но не совсем все и так далее. В общем, непонятно. Тут, конечно, у властей Башкортостана огромный риск. Я понимаю, почему Хабиров так неохотно и мрачно вот это все вводит. Дело в том, что массовые мероприятия, вот эти все праздники, Сабанту и всевозможные салюты, это единственное пока, чем запомнилась новая команда и новая власть в республике. Если вот эту функцию резко обнулить, то они рискуют стать невидимыми. А я повторюсь, нет страшнее ситуации для властей, когда про нее не помнят и не видят ее, как говорится, подданное. Дело в том, что, ну, не прославившись какими-то серьезными кардинальными действиями или реформами, эта власть может оказаться совсем ненужной и абсолютно незаметной для населения. Вот этого, конечно, они себе позволить никак не могут. Руководитель нашего спортивного ведомства и любимчик сенаторов господин Хабибов предложил делать спортивные мероприятия без зрителей. Теперь вот с этого момента, раз уж все теперь так стало вдруг внезапно плохо, сразу после дня Хабирова. Ну, Хабиров согласился, причем от себя добавил, что на минувших выходных он три дня присутствовал на чемпионате России по греко-римской борьбе. Ну, по старой памяти он действительно борец. И так вот, Хабиров дословно сказал, все трибуны были битком, никакого шахматного порядка, никакой социальной дистанции, никаких масок. И даже зачем-то рассмеялся в конце, Радий Фаридович. Но вот мне лично не смешно, Радий Фаридович, а вот наказать все-таки не пробовали вот тех людей, которым вы лично прямо в глаза на совещаниях все уши прожужжали про то, что нужно соблюдать вот эти масочные режимы и всевозможные вот эти порядки. И потом вы три дня ходите по этому чемпионату по греко-римской борьбе и благодушно наблюдаете, как люди полностью нарушают все ваши указания. А вот по попе надавать вот этому любимчику Хабибову не пробовали? Или вам из Совета Федерации не разрешают это сделать? Ну, в общем, конечно, это абсолютный бардак и иллюстрация вот на этом совещании была абсолютно заметна. Насколько желаемое расходится с действительным, и насколько двойные стандарты применяет наше правительство и лично Радий Фаридович Хабиров к ситуации, сложившейся в республике. Когда ему лично надо, он устраивает многотысячные концерты и сталкивает людей без масок по 15 тысяч человек за раз. А вот когда, значит, там ему сообщают, что 58 человек заболело в сутки, и уже у нас осталось меньше 20% коечного фонда, вот тут, конечно, начинают звенеть колокольчики и начинаются вот эти какие-то нелепые поручения раздаваться. В общем, пожалуй, что с этим надо что-то делать. Закончил совещание Хабиров и вовсе за упокой. Позволю себе процитировать, а потом прокомментировать то, что сказал Хабиров в своем Алаверде. В этот раз я сказал он следующее. Первый удар в сентябре мы прошли хорошо. Текущий период мы проходим плохо. Очень большое количество заражений. Мы расслабились. Но такое бывает, сказал Радий Фаридович. Жизнь нас поправит. Это все не шутка. Работа правительства должна быть организована в режиме чрезвычайной ситуации по факту. Если люди будут болеть и умирать, зачем нам инвестиции и вот эти вот дворики? Конец цитаты. Но вот такое озарение, конечно, не может не радовать. Радий Фаридович наконец-то понял, что если народ будет болеть и умирать, то никакие вот эти башкирские дворики и прочая возня с покраской почтовых ящиков за миллиарды рублей уже не покажутся никому нужной и полезной функцией. Люди начнут спрашивать, что происходит, где деньги, где медицина. Кстати говоря, мы потеряли врачей в этом году. Речь идет о том, что численность врачей, вопреки планам, которые были установлены на 2020 год, вовсе не увеличилась, а существенно уменьшилась. Господин Забелин не смог привлечь людей в башкирскую медицину. И вопросов у людей будет все больше и больше. И уже вот от этого снисходительного хмыканья, когда мы видим, как Алан Викторович Морзаев устроил нам ливневую канализацию, забитую асфальтом, мы перейдем к достаточно серьезным вопросам и по всем позициям. Продолжение следует...